Здравствуйте! Это «Суть дела». Я надеюсь, вы помните популярную оперету «Цыганский барон». Там еще центральная ария была «Я цыганский барон». Так вот, она не актуальна теперь. Теперь актуален барон Сибирский. Королева Елизавета II даровала сыну подполковника КГБ в отставке Александру Лебедеву Евгению титул барон Лебедев из Хэмптона в лондонском районе Ричмонд-Аппентамс и Сибири в Российской Федерации. Таким образом, совладелец компании Лебедев Холдингс, которой принадлежат британские газеты «The Independent» и «Evening Standard», стал пожизненным пэром и получил право заседать в палате лордов британского парламента. Евгений Лебедев уже получил скрепленную печатью королевы жалованную грамоту, заявив при этом, что испытывает большую гордость, став первым пэром из России и будет использовать свое положение для борьбы за свободу слова, пишет принадлежащее ему же издание «The Evening Standard». Рекомендации для получения пожизненного пэрства Евгению Лебедева дал не кто-нибудь, а премьер-министр Борис Джонсон. Титул «Лебедев-младший» удостоен за заслуги перед медиаиндустрией и благотворительностью, став организатором нескольких благотворительных акций в Великобритании в защиту окружающей среды и поддержку уязвимых социальных групп. Кроме медиапроектов, у Евгения Лебедева есть ресторан японской кухни в Лондоне и бутик-отель «Палаццо Терранова», что означает «Дворец новой земли» в Италии. Он также является одним из спонсоров Московского художественного театра и Ялтинского театра имени Чехова. Кроме того, Лебедев вместе с Михаилом Горбачевым основал фонд «Раисы Горбачевой» для помощи детям больным раком. Евгений Лебедев родился в Москве. В 1987 году вместе с отцом, офицером КГБ СССР, Александром Лебедевым, переехал в Лондон. Получил подданство Великобритании в октябре 2010 года. Он выпускник Лондонской школы экономики, обладатель диплома арт-школы аукционного дома Кристис. В его лондонском офисе хранится коллекция из 500 ароматических масел, он дэнди и парфюмерный гурман. Ранее британские СМИ писали, что Евгений Лебедев хотел, чтобы в его титуле было слово «московский», но присвоение такого титула требует согласование с российскими властями. Евгений Лебедев дружит с Борисом Джонсоном с 2009 года. Джонсон – постоянный гость роскошных вечеринок Евгения. Когда Борис еще был мэром Лондона, они с Евгением Лебедев ночевали как-то на улице, чтобы привлечь внимание к проблеме бездомности. Решение выдвинуть Лебедеву название «Пэра» для многих в Вестминстере стало шоком. На Даунинг-стрит изначально не стали комментировать ситуацию, сказав только, что нередко запрашивают дополнительную информацию относительно назначения в Палату Лордов. Забавно. Палата Лордов получила нового активного парламентария – россиянина. Теперь в ней представлена Сибирь. Что, впрочем, справедливо. Ведь Евгений часто там бывает по природоохранным делам. Так событие в своем Фейсбук прокомментировал отец новоиспеченного барона Александр Лебедев. «Чудны дела твои, Господи!» Сын подполковника КГБ, возглавлявшего лондонскую резидентуру этого почетного ведомства, барон. Просто какой-то пелевенский сюжет. Никогда русские не заседали в Палате Лордов. Тем более, что папа барона Сибирского в 2012 году был обвинен Следственным комитетом России в избиении предпринимателя Сергея Полонского. Ну, это который посылал в жопу всех, у кого нет миллиарда долларов, на съемках программы «Энтилышники» в 2011 году. Обвинение было предъявлено по пункту Б части первой статьи 213 «Хулиганство по мотивам политической ненависти» и пункту Б части второй статьи 116 «Побои по хулиганским мотивам Уголовного кодекса России». В 2013 году уголовное дело поступило в Останкинский районный суд Москвы. В ходе процесса прокуратура сняла с Лебедева обвинение в хулиганстве по мотивам политической ненависти, но за нанесение побоев он был приговорен к 130 часам общественных работ, которые отбыл в деревне Поповка Тульской области, занимаясь ремонтом детского сада. В общем, чувство гордости за свежеиспеченного британского оборона я не испытал. Скорее, чувство неловкости и стыда, которые нынче модно называть испанским. Заработать тяжким трудом очень много денег в бедной России, чтобы швырять их на благотворительность в богатом Соединенном Королевстве – это, конечно, сильно. А титул сибирского оборона – это просто кич, или, проще говоря, дурной вкус. Это была суть дела. Все будет хорошо в исторической перспективе. Субтитры создавал DimaTorzok